Новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал ей громкий голос с неба, говорящий, вся скиния Бога с человеками, и Он будет обетовать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом им. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Я благодарю Бога моего за дарованное спасение, мне Он дал. Я родился в семье, где было пять мальчиков, пять хлопцев. Мама и папа были верующие. Жили мы на Украине, в городе Львове, в окраинностях города. Пятнадцать-двадцать минут к центру города автобусом. Ходили мы в церковь пятидесятников, и много раз я слышал молитвы мамы и папы. Когда мы шли спать, надо было проходить через комнату, где мама и папа спали. И дверь была, мы всегда эту дверь закрывали, но поздно ночью, час-два часа ночи, всегда шепот мы слышали оттуда, из этой комнаты. Вы знаете, это молитвы мамы и папы за нас, хлопцем. И сейчас, с восемьдесят пятого года, с января, Господь вошел в мое сердце Духом Святым. И я живу, и моя надежда там, где и ваша. Я стремлюсь туда, в те края, где Бог ждет меня. Не знаю, сегодня, может, не доеду домой, а может, десять лет, может, двадцать, может, тридцать, не знаю, когда придет мое время. Для каждого из нас Бог назначил час. И когда придет, я готов сегодня. В 90-м году многие из, некоторые из вас, я помню лица, когда мы приехали сюда, в Пенсильванию, в Менонитской церкви, здесь, в Ефрате, было собрание. Мы были там. Но молился я Богу, не знаю, почему, но Бог поставил мою дорогу в другую сторону, направил меня в Американскую церковь. Я благодарю Бога за все, что Он назначил. Хорошо мне быть с вами, славянский народ, радуется сердце мое. Но много-много, даже эти церкви, которые были в Америке, многие годы уже, они говорят, что у них строгий, сильный фундамент. Но там они потребуют что-то новое. Надо что-то новое принести, потому что все идет по шаблону. Много раз я слышал, подходили и говорят мне, ты какой-то другой. Да, я другой. Я этим не стыжусь. Хочу посеять то, что посеяли мои родители в сердце мое и для других. Работаю в церкви. Небольшая церковь у нас. Было 100 человек, упало до 50. Много старших людей, дедушки, бабушки, которые нуждаются в поддержке. Работаю там, диаконом в этой церкви уже много лет. И благодарю Бога, может, через жизнь, в которой мы живем, славянские крестьяне, и они будут меняться в лучшую сторону. Кое-что учимся от них, они учатся от нас, и я благодарю Бога за это. Хочу рассказать, как Господь вошел в бою сердца. учился я там во Львове. Было у нас собрание, когда строили дом молитвы. Были собрания, если кто там жил, может, и Анатолий помнит, на Галины Гурской были баптисты, они дали нам ориентовать. Каждый час здание было полное с верующими людьми и собрание за собранием. Собрание, которое мы ходили в три часа, было отложено время для нас от три до пяти. Другое собрание было с двенадцати до трех. И когда я учился в техникуме, мои родители шли на три часа. А я говорю к маме и папе, потому что я очень уважал их. Большой респект был между родителем и мне. Я говорю, я пойду на двенадцать. Мама говорит, ну иди, сын, на двенадцать. Пошел на двенадцать часов, после этого пришел и уже друзья мои ждали. Ходил в места, где не должен был идти. Но Бог стучал. Молитва матери и отца работала на меня очень серьезно. Бог стучал и в январе восемьдесят пятого года. Было молитовное собрание. Это была пятница. После собрания проповедники собирались в комнате внизу на молитву. Кто хотел остаться, объявляли. Кто хочет остаться на молитву, пускай остается. Стучало сердце, Бог работал в сердце моем. Пошел я туда, в эту комнату и начали молиться. брат у меня был наверху в хор, занимался практикой. И он говорит, он пришел домой и сказал, кто-то так молился громко. Через потолок важно было слышать. это это я был. Слава Бог. Бог вошел в мое сердце в эту ночь. Слава Бог. я пошел на автобус я стоял вот эти лиазы большие автобусы я стоял сзади где людей не было уже было поздно 9 9 30 я молился все время. Когда я пришел домой наш дом был возле посадки. Я не хотел идти в дом. Я хотел быть один на один с Иисусом Христом. Слава. Я молился. Молящийся я зашел в дом мой. И отец видел. Мама была на работе. Отец упал на колени и благодарил Бога. Потом мой брат пришел и мы все втроем молились Богу. Слава. И я не жалею ни минуты за то время которое я прожил с Иисусом Христом. Он был поддержкой для меня здесь в Америке и там дал мне жену двое детей благословил нас очень много не только физически много духовно и я благодарю Бога моего и вашего за вашу церковь. Вот немного вас, но вы сильные. Не в номере заключается, но вот то, что лежит там, это доведет нас туда, в небеса. люди смотрят за большими церквами, за уютом, за всем другим, но это не важно. Важно, как мы стоим перед Богом. Или мы откровенны, или что-то мы прячем. И если мы прячем, это не полнота. Господь хочет все. Он не хочет. Он лишь частинку, он лишь немножко. Он хочет все. И если мы дадим все, я знаю точно, что мы будем там, в небесах. Гай Бог благословит вашу церкву, и будем с вами завжди молиться за нас. Нелегко для моей семьи быть одному там чужой народ. Но мы любим их так же как мы любим вас. Хай Бог благословит, а ему хай будет слава за все. Аминь.